МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Глава Чувашии Михаил Игнатьев находится сейчас в Красноармейском районе. Там работает наша съемочная группа. И на связь с нами вышла Анастасия Алексеева. Красноармейский район в этом году отмечает свое 80-летие. Правда, сегодня здесь царит скорее рабочая атмосфера, нежели праздничная. Буквально час назад завершилась встреча главы Чувашии с депутатами районных собраний и сельских поселений, главами администрации и лидерами общественного мнения. По итогам встречи мы решили подвести небольшой итог и спросить у депутата районного собрания Красноармейского района, Безубова и Татьяны Александровны, какие итоги сейчас подведены и какие предложения Вы возьмете на вооружение на дальнейшую работу? Для нас, депутатов районного собрания и депутатов сельских поселений Красноармейского района, сегодня это рабочее совещание дало перспективные дальнейшие стратегические задачи на 2015 год. Приятно с главой республики услышать мнение о том, что мы действительно динамично развивающий район, у которого есть хорошие позитивные ресурсы, хорошее географическое положение, природные ресурсы. И, конечно, хочется отметить, что наш район имеет хорошую управленческую команду, которая способна поддержать всех желающих, позитивно настроенных на работу. По каким направлениям, в первую очередь, начнете свою работу? Прежде всего, это приоритетно сегодня, поскольку мы сельскохозяйственный район, я думаю, что и молодежь, и среднее поколение, и даже, может быть, пожилое поколение должно сегодня работать на земле. Земля – это все-таки более чувашская земля. И то, что мы имеем, это сегодня неплохо. Поэтому, работая на земле, проиграть сегодня практически невозможно. Спасибо большое, Татьяна Александровна. Мы возвращаемся в студию. Юлия. Да, Настя, спасибо. Сейчас в зале физкультурно-оздоровительного комплекса идет торжественное собрание, посвященное 80-летию Красноармейского района. Подробнее об этом мы расскажем в вечернем выпуске новостей. На расширенном заседании кабинета министров Чуваши обсудили итоги социально-экономического развития республики в 2014 году. Подробнее в нашем сюжете. Открывая заседание, глава Чуваши Михаил Игнатьев отметил, практически по всем показателям 2014 год получился лучше, чем 2013. Выросли индексы промышленного и сельскохозяйственного производства, оборот розничной торговли, реальные денежные доходы населения. Удалось сохранить лидерские позиции и в строительстве жилья. Касаясь строительной отрасли, в прошлом году по предварительной оценке на 10% увеличились объемы строительных материалов, произведенных предприятиями Чувашской республики. В прошлом году республика вошла в число участников программы «Жилье для российской семьи». Что нам это дает? Участники данной программы получат безвозмездные финансовые средства в расчете 4000 рублей за один квадратный метр введенного жилья после подписания государственных контрактов. Конечно, прошедший год выдался непростым, однако многим предприятиям удалось не только сохранить, но и увеличить производительность труда, инвестиционные программы, объемы научно-исследовательских разработок. Благодаря поддержке правительства республики увеличились объемы госзаказа, как это произошло на Шумерлинском заводе спецавтофургонов. В 2014 году наряду с прочими мы достойно выполнили два важнейших государственных оборонных заказа. Это позволило заводу в текущем году получить от Министерства обороны новые заказы. Некоторые предприятия республики смогли повернуть неблагоприятную экономическую ситуацию в свою пользу, точнее увидеть образовавшиеся возможности и адекватно отреагировать. Надо признаться, девальвация российского рубля, произошедшая в четвертом квартале прошлого года, начала положительно сказываться на конкурентоспособности техники, выпускаемой нашим заводом. Как на мировых рынках, так и на внутрироссийском. Это дает ожидания по росту экспортных продаж в 2015 году. На рассмотрении у нас сегодня уже находится, как бы часть подписана, это заказы порядка более чем 30 машин в 5 стран мира. Подготовку к кризису, если можно так выразиться, в Чувашии начали заблаговременно, еще в апреле прошлого года. Был разработан комплекс мер, и товаропроизводители смогли создать подушки безопасности, запасы прочности, подтянуть другие резервы. Несмотря на рост цен, пассивная компания 2015, по сравнению с прошлым годом, обещает быть более успешной. Обеспеченность пассивным материалом больше, его кондиционность выше. Единственное, что повлияло на активность аграриев, подскочившие ставки по кредитам. Но руководитель Минсельхоза Чувашии успокоил коллег. Правительством Российской Федерации 27 января было принято решение по субсидированию процентов ставок по кредитам, исходя из ключевой ставки. Вот по короткострочным кредитам мы теперь будем субсидировать от 17,4 до 17,6 процента процентов. То есть основная ставка, которая ляжет на сельхозпроизводителе, это где-то от 6-5 процентов. Я считаю, что это, ну как сказать, уже приемлемая ставка. На расширенном заседании были подведены итоги экономического соревнования между предприятиями республики. В своих номинациях победителями признаны АКОНТ, Шумерлинский завод спецавтомобилей, УАО «Лента» и Ядринский кирпичный завод. Елена Гальперина, Евгений Анисимов, Андрей Спиридонов, Андрей Шоклев. Республика. Несмотря на негативные экономические тенденции, все социальные обязательства выполнены. Такой была главная мысль всех выступлений. Это подтверждают и участники совещания, представители различных сфер деятельности. В частности, выдача ипотечных кредитов в прошлом году у нас превысили на 50% показатели 2013 года. Портфель малого бизнеса тоже в полтора раза превысил результаты 2013 года. При этом Чувашская республика в рамках нашего банка показала лучшие показатели кредитного риска. То есть, качество заемщиков у нас лучше, чем в среднем по России. На мой взгляд, это внимание руководства к нуждам конкретных людей. Вот именно такое вот очеловечивание, так сказать, экономики. И комплексная работа. Комплексная работа по всем направлениям. Важно было то, что начата программа, социальная программа по постройке новых школ, новых образовательных учреждений. Эта программа будет дальше реализовываться в 2015 году. Мероприятия, значит, в сфере ввода безопасной среды в образовательные учреждения будут продолжаться и в 2015 году. Это для меня особенно важно, потому что в нашей школе обучается более 100 детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидах в условиях интеграции и инклюзии. И мы тоже частично уже создали условия для обучения таких детей. По программе «Доступная среда» получено специализированное оборудование, получены специальные материалы для обучения. И особенно важно, что в 2015 году увеличивается число образовательных учреждений, в котором будет реализована программа «Доступная среда». Улучшилось положение и в спорте. В 2014 году у нас построили новые объекты, реконструировали новые объекты, что позволило нам дополнительно заниматься на этих площадках, посещать эти площадки. Более 32,7% уже у нас занимающихся. Это очень высокий показатель. И благодаря тем моментам, которые произошли в 2014 году, это ввод новых объектов спортивных, это как раз очень хороший фактор, позитивный фактор. Чувашия в контексте всей страны. Внешние связи, экономическое и культурное взаимодействие, активная работа с федеральными министерствами. О работе полномочного представительства республики при президенте России отчитался Леонид Волков. «Сейчас уже трудно представить, что когда-то такой структуры не было. Полномочное представительство в Москве стало важной составляющей серьезной работы с федеральными органами государственной власти, администрацией президента страны, Государственной думой и Советом Федерации. Полпредство – незаменимый помощник в решении очень важных для республики проблем. Налаживание контактов на федеральном уровне оборачивается для Чувашии солидной бюджетной прибавкой. Республика активно участвует в реализации различных целевых программ. Каждая встреча, будь то дни Чувашии в Совете Федерации или презентации республики в иностранных посольствах, нацелена на результат». «Представительство осуществляло ежедневный мониторинг обращений в адрес федеральных органов исполнительной власти. Следующее направление – это участие в совещаниях в администрации президента, в аппарате правительства, в федеральных министерствах и ведомствах по вопросам содействия органам государственной власти Чувашской республики. Следующее направление деятельности представительства – это меры по повышению инвестиционной привлекательности Чувашской республики. Надо отметить, что представительство принимает активное участие в разных конференциях с докладами, в том числе и на английском языке, целью продвижения Чувашской республики в инвестиционном пространстве. Только за последний год с докладами представители полномочного представительства выступали на таких серьезных мероприятиях, как Первый международный форум по иностранным инвестициям, форум крупного бизнеса, эксперт-400, Гайдаровский форум и так далее. Надо отметить, что в рамках Первого московского международного форума по иностранным инвестициям была отдельная презентация Чувашской республики, получасовая, и честь выступить на Первом международном инвестиционном форуме было предоставлено только трем субъектами. Это Калужская область, Волгоградская область и Чувашская республика. За три года подписано немало соглашений о сотрудничестве в различных сферах – экономике, торговле, науке и культуре. Чуваши активно взаимодействуют с мэрией Москвы. Ярмарки сельхозпродукции, спектакли и концерты в столичном доме национальности и праздника Гадуй – все это стало уже доброй традицией. Полпредство объединило под своей крышей национальные культурные центры, военно-патриотические организации. Их движущей силой стали наши земляки, давно живущие в Москве. Здесь открыли даже школу по обучению родному языку. А совсем скоро, в апреле, на базе представительства заработает Чувашский информационный культурный центр. Анна Луценко, Маргарита Гортфельдер, Евгений Анисимов, Республика. Реконструкция очередного здания, принадлежащего когда-то вечерней школе, приведет к повелению нового детского сада на столице республики. На месте будущего дошкольного учреждения побывала и наша съемочная группа. Уже в этом году здание превратится в уютный дом для юных чебоксарцев. Будущий детский сад рассчитан на 185 мест. Будет 3 ясельный и 7 дошкольных групп. Он будет оснащен самым современным оборудованием. Реконструкция идет полным ходом. В рамках контракта уже выполнили демонтажные работы. И параллельно возводим перегородки. Приступаем на данный момент уже к электромонтажам, сантехническим работам. И в соответствии с специальным контрактом сроки выполним. Под контролем главы республики Михаила Игнатьева проект партии «Единая Россия» детские сады детям реализуется в Чуваши уже пятый год. За это время в республике было построено и реконструировано 15 зданий детских садов. Основной целью, основной задачей данной программы – это обеспечение всех нуждающихся местами в детских садах в 2016 году. То есть фактически ликвидация всех очередей. И в целом в городе Чебоксары данная задача также поставлена. И делается все необходимое для достижения поставленной цели. В этом году планируется ввести в эксплуатацию три новых садика для малышей. В Финской долине, в микрорайоне Волжский-3 и на улице 50 лет Октября. Татьяна Леонтьева, Сергей Рябчиков, Республика. Школьников тоже ждут изменения. В скором времени появится новый учебник по истории Чуваши. Соответствующую КАЦП писал глава республики в конце прошлого года. Сейчас начался прием документов. Этот прием документов будет осуществляться с 7 марта по 9 июня 2015 года. На разработку этого учебно-методического комплекта будет направлено выделен грант в размере 500 тысяч рублей. Есть форма заявки. Можно более подробно ознакомиться на сайте Министерства образования. Есть специальный баннер. Есть требования концепции этого учебно-методического пособия. Надо сказать, что вы знаете, что в России есть такое понятие, или, вернее, разработана концепция единого учебника истории. И надо сказать, что я думаю, что усилиями наших ученых, наших историков, будет разработана такая концепция единого учебно-методического пособия по истории Чуваши, который предусматривает не только учебник истории Чуваши, но и приложение этой атласы, и, будем говорить, рабочие тетради, которые помогут более грамотно не только преподавать, преподносить и изучать историю и культуру Чувашского края, но и позволить, наверное, дальше совершенствовать и развивать нашу культуру и историю. Крымские овощи и фрукты могут прийти на замену импортным. На полуострове сейчас начали возрождать виноградники, яблоневые сады и возводить теплицы. Одну из таких посетила Чувашская делегация во время рабочей поездки в Республику Крым. Аграрии обоих регионов наметили совместные планы работы. Подробности в следующем материале. Огурцы и помидоры здесь выращивают в огромных масштабах. 24 гектара тепличного хозяйства каждый год в этом комплексе собирают порядка 30 тонн овощей. Причем ручной труд на предприятии сведен к минимуму. За многие процессы, в том числе и за полив грядок, отвечает автоматика. Тут программа выстраивается, какая электропроводность должна быть. Ну, концентрация, ПАЖ, норма полива. И он сам работающий в этом материале. Для поставщиков крымских овощей в российских регионах готовы создавать преференции. После введенного им барго на иностранные продукты на рынке появились свободные ниши. Их должны занять отечественные сельхозпроизводители. В республике Крым планируют закупать чувашский картофель. Выращивать второй хлеб на полуострове сейчас накладно. У аграриев нет возможности орошать свои поля. Ну, а чуваши намерены приобретать в Крыму яблоки и ягоды. Мы с моим коллегой с чувашки стороны сегодня посетили еще другое предприятие по выращиванию фруктов, яблок, например. Есть определенные мысли, как можно наладить товарооборот между этими двумя регионами. Есть конкретные примеры, в частности и фрукты, и овощной базы. И между чувашской стороной, связанной, например, с производством картофеля и других товаров, которые здесь в дефиците, соответственно, с нашей стороны можно поставлять в обратном направлении ту продукцию, которая интересна будет у вас, чуваши. Правда, первым делом необходимо разрешить проблемы логистики. Сейчас продукты из Крыма и в другие регионы возможно доставлять только через Керченский пролив, на баржах или же по воздуху. Ситуация изменится только когда через Керченский пролив проложат автомобильный мост. Ольга Пыречкина, Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев, Республика, из города Симферополь. В 2003 году, 11 марта, был подписан указ о создании Федеральной службы наркоконтроля. За эти 12 лет сотрудниками УФА и СКИН Пучуваши было сделано многое. От укреплений кадрового потенциала до создания специализированных экспертно-криминалистических лабораторий, оснащенных самым современным оборудованием. За эти годы выявлено более 4,5 тысяч преступлений, изъято 400 килограммов наркотиков. Одним из главных достижений УФА и СКИН считают создание законодательной базы, позволяющей оперативно реагировать в экстремальных условиях. Борьба с организованной наркопреступностью – вот приоритетная задача органов наркоконтроля. Но лишь карательными мерами ограничиваться нельзя. Поэтому не менее важным направлением работы является первичная профилактика. У нее два направления – разъяснять здоровым, никогда не пробовавшим наркотики молодым людям о вреде этих веществ. И лечить тех, кто уже успел вкусить смертоносное зелье. За последние годы по инициативе ФСКИН России приняты федеральные законы, направленные на усиление ответственности за вовлечение несовершеннолетних в наркопотребление, распространение наркотиков среди молодежи, а также наркодилеров, занимающихся оптовыми контрабандными поставками наркотиков. Законодательно ограничен оборот кадыносодержащих препаратов, что привело к резкому снижению числа наркопритонов в России. Работу наркополицейских республики по достоинству оценили представители власти. Только в 2014 году более 130 сотрудников награждены государственными наградами. Нам есть чем гордиться, многое сделано, но еще больше предстоит. Результатов можно добиться, если налажена система продуктивных контактов и взаимопонимания между специалистами различных служб. Ведь цель у всех одна – пресечение незаконного оборота наркотических средств в Чувашии. Огромное спасибо вам. Это заслуга не столько моей, сколько нашей совместной деятельности. С праздником вас. Здоровья, здоровья, здоровья. И надеюсь на дальнейшее развитие нашего с вами сотрудничества. Спасибо. Кстати, Чувашское отделение по контролю за наркотиками признано одним из лучших по всей России. Юлия Важенина, Николай Яковлев, Республика. Прославленный земляк с героической судьбой. Во время рабочей поездки в Севастополь глава Чувашии встретился с контр-адмиралом Михаилом Бочкаревым. Он прослужил на флоте более 40 лет, а в годы Великой Отечественной войны даже командовал огневым взводом. С настоящим героем познакомился и мой коллега Дмитрий Ковалев. Здравствуйте. Я Павлович. Михаил Васильевич. Да, я глава республики Чувашию. Докладываю. Такой молодой, такой красивый. На его кителе не осталось свободного места от орденов и медалей. За все годы службы ветерану вручили более 50 наград. В комнате Михаила Павловича повсюду макета кораблей подводных лодок, коллекционные кортики и штурвалы. Он связал свою судьбу с флотом по призыву комсомола. В 1939 году лучшего студента Казанского госуниверситета направили в Ленинград. Военно-морское училище. Свою первую корабельную практику молодой человек проходил уже в Баку. И именно там его застало известие о начале Второй мировой. Прошло более 70 лет. Но кажется, говорит ветеран, что это было только вчера. Нас спешно вернули в училище, посадили за парты и приказали за полгода кончить училище. Было принято решение о сформировании 25 морских стрелковых бригад. Михаила Бочкарева направили в одну из стрелковых бригад и даже назначили командиром взвода. Огневая батарея вступила в бой под Москвой. В декабре 1942-го они заняли прочную оборону у деревни Пронина Новгородской области, чтобы не допустить немцев на стратегические рубежи. Командир был тяжело ранен, а после госпиталя его отправили на Северный флот. И плавал там всю войну до конца войны на малых охотниках за подводными лодками. Кстати, должен сказать, наш дивизион единственный на Северном флоте, и не только на Северном флоте, он единственный, который имеет три почетных наименования. Он был до нас, я пришел тогда, он был краснознаменным, так что я, бывший в этом дивизионе, стал второй раз в войну гвардейцем. Звание контр-адмирала ему присвоили уже на Черноморском флоте. Здесь он долгое время работал заместителем командира по тылу. На родину, в Чувашию, Михаил Павлович не приезжал давно. Сейчас он проживает в Севастополе и пишет книги. Уже удалось опубликовать рассказы о военной службе и своей юности, которую он провел в деревне Кожевиное Порецкого района. Моей настоящей метрической выписи значит, что я родился 3 декабря 2018 года в деревне Кожевиное Сиявской области Алатарского района Симбирской губернии. С историей Черноморского флота Чувашская делегация познакомилась в музее Севастополя. В этих залах выставлены по-настоящему уникальные экспонаты, документы и личные вещи адмиралов, подлинные орудия, мечи, сабли, корабельные пушки и флаги. Вообще многие гости Севастополя замечают одну интересную деталь. В городе повсюду буквально на каждом шагу установлены пушки. Причем это не просто макеты, а реальные орудия, которые защищали крымские берега от захватчиков. Ценную коллекцию сохранили даже во время Второй мировой войны. Она стреляла на полкилометра с крепостной стены. Интересна судьба этой пушки. Вы знаете, в Великую Отечественную войну, когда надо было спасать материалы музейные, их эвакуирование на Кавказ поначалу. От экспонатов со времен создания флота до современных орудий. Восьми залах вся история Черноморского фортпоста, которому не раз удавалось защитить свои берега от врагов. Сейчас в Севастополе готовят целую программу для военно-исторического воспитания молодежи. В город-герой на познавательные экскурсии приедут и ребята из Чувашия. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика, из города Севастополь. Я помню, я горжусь. О том, как важно хранить память о Великой Победе и передавать ее из поколения в поколение, говорили блогеры и журналисты Чебоксар. В этом году Россия отмечает 70 лет победы в Великой Отечественной войне. Журналисты и блогеры Чебоксар собрались в одной из полиграфических компаний города, чтобы обсудить подготовку к празднованию. Блокаты времен Великой Отечественной войны и на основе их создали дизайн. Мы сделали открытки, календари, значки, футболки, клади, гравировку. К празднику в типографии сделали точную копию знамени Победы, официального символа Победы советского народа над фашистской Германией. Знамя Победы было выложено над Ристагом в 1945 году. Кантария и Егоров. На самом деле, как говорят, что было знамя просто красного цвета. А на следующий день, когда приехал кинооператор Хроники, они сами краской белой написали. В рамках встречи прошел мастер-класс по изготовлению сувенирной продукции. Из подготовленных деталей с помощью специального пресса каждый участник встречи сам сделал себе значок с символикой Дня Победы. В третий раз в Чебоксарах пройдет всероссийская акция «Бессмертный полк». Более 83 тысяч человек уже внесены в летопись на сайте мойполк.ру. Полиграфическая компания «Листок» вновь помогает жителям города готовиться к параду 9 мая. Мне кажется, что «Бессмертный полк» – это то, что объединяет нас вообще с нашей страной, с нашей историей и нас друг с другом. Мы считаем это очень важно. Наша компания, безусловно, присоединяется к этой акции. Мы уже в прошлом году печатали бесплатно портреты ветеранов. В этом году тоже для всех желающих. Все, кому дорога память фронтовиков, кто хочет пройти в колонии «Бессмертного полка», смогут здесь напечатать портреты дедов и прадедов. Заносите своих фронтовиков в летопись полка на сайте мойполк.ру и участвуйте в построении колонны 9 мая. Оксана Очкасова, Сергей Рябчиков, Республика. Это все, что мы успели рассказать вам к этому часу. Полная информационная картина дня в вечернем выпуске программы «Республика» в 20.00. Оставайтесь с нами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова